Всем привет! Я еду сегодня в спа-салон Golden Yasmin. Я там никогда не была и, честно признаюсь вам, по большому секрету, я вообще не делала никогда никаких процедур по уходу за телом. Только массаж. И то лечебный. Я выбрала базовую программу и посмотрим, что из этого получится. Еду после работы, тоже солнце садится. Что очень удобно, кстати, я буду с 6 часов до 8 мое время, 2 часа релакса. Ну вот мы приехали, смотрите, какой красивый салон. Кстати, название со стороны Орджоникидзе я не увидела. Смотрите, люстры какая просто невероятной красоты. Внутри нас ждал такой роскошный диванчик. Здесь можно сфотографироваться, что мы сделали. Администратор встречает в Саре, потому что в салоне проходят дни индийской культуры. Всем привет! Я нахожусь в салоне Yasmin Gold. И сейчас я вам расскажу все, что было до этого момента. И так как театр начинается с вешалки, салон начинается с раздевалки. Здесь удобные шкафчики, можно переодеться. Выдают халаты, шапочки, тапочки. Дальше вот выходим и нас, мы спустились сверху. И посмотрите, я вам сейчас сняла там такая красота наверху. Там люстра. Вот мы спустились оттуда. Вот здесь хамам. Сейчас мы направляемся в хамам. Так как телефон я с собой не брала внутрь, я вам показываю просто картинку, потому что это очень красиво было. Здесь постелили, вот на этой картинке видно. Полотенце для нас специальное. Я ходила с подругой. Это будет такое видео, в котором я здороваюсь в третий раз. Всем привет! И я снимаю через какое-то время, потому что мне совершенно не представлялось возможным снять в тот день, когда я пришла с салона, потому что настолько была расслаблена. И я хотела только лечь, спать, отдыхать, но ни в коем случае не снимать. Итак, расскажу про процедуры. Мы прошли с подругой в хамам. Я была однажды там, не в этом салоне, а вообще просто в хамаме. И я забыла как-то эти ощущения. И сейчас снова они вспомнились мне снова живо. Для тех, кто не знает, просто я расскажу, потому что интересно. Я знаю, что многие там не были просто. Заходишь там, как показано на картинке, расстили на полотенце, подушечка, она сделана из полотенца тоже. Ложишься. Весь хамам, он очень красивый. Он в плитке. И заполняется паром. Дышать причем свободно и легко. Для тех, у кого какие-то проблемы, вот как у меня. У меня начинается страшное сердцебиение. У меня тахикардия просто. И я финскую сауну, например, не переношу. А в такой мне было очень комфортно, хорошо. Я минут 10 там точно провела. Нам принесли напиток. Вода с лимоном. Прохладная. То есть это все, мы находимся в пару. И вода холодная с льдом, как нельзя кстати. И плюс еще лед принесли. Льдом можно было протирать лицо, шею. Но только не тело. Можно было встать и подойти к воде. Очень красивые краники там были. Чаша такая. В общем, можно было подойти и немножко облиться. Я вышла через какое-то время. Немного раньше времени, скорее всего. Потому что я все-таки боялась за здоровье. Вышла и нам стали делать процедуру. Пеленговать. Или скрабировать. Не знаю. Была такая перчатка. Ложишься. И этой перчаткой, начиная с лица. Но это по желанию спрашивают. Кстати, можно ли скрабировать лицо. И начиная с лица, все полностью. Тело скрабирует этой перчаткой. Предполагается, что перчатка должна снять верхний слой кожи. Бидермис. Для меня это было первый раз. Это была такая процедура. Какое-то блаженство просто невероятное. И по всему телу. Пальчики. И пальцы ног. И пальцы рук. Для меня это было безумно приятно. Я себя, знаете, чувствовала в гареме какой-то женой. Новой. Султана. У кого бывает много жен. И вот я чувствовала себя женой. Новой. И что меня готовили к ночи с мужем. Действительно. Потому что настолько... Вот как показывают в фильмах. В турецких. Было это очень интересно. Я именно так себя ощущала. И еще, знаете, мне понравилось. Вот лично мне. Это не может быть всем, наверное. Но я, что для себя поняла. Я очень люблю, когда человек, делающий процедуру, мастер, с тобой не очень разговаривает. Не заводит каких-то бесед. Я даже больше разговаривала, чем девушка, которая меня обслуживала. Я это очень ценю. Потому что не вторгаются в твое пространство. Оставляют тебя с самой собой. Для того, чтобы ты получила вот именно те эмоции, которые должны быть. Мне это очень понравилось. Что не было разговоров каких-то лишних. И даже моя подруга сказала. Представляешь, твоя мечта сбылась. Ты говорила всегда, что ты хотела бы, чтобы не было разговоров. Чтобы было все на высшем уровне. Чтобы пришла, тебе обслужили. И правда, я это говорила. Я забыла даже, что я с кем-то делилась. И она мне это напомнила. Сказала. Вот помнишь, ты говорила, и это сбылось. И поэтому этот салон мне понравился больше. Я очень люблю салоны, в которых... Знаете, когда, например, волосы красишь. И в салоне один мастер кричит другому о каких-то проблемах. Какие-то свои какие-то разговоры. Я это не люблю слушать. Абсолютно мне это не нравится. Всегда я хотела, чтобы такого не было. И вот здесь, в этом салоне, было именно так. Они между собой не разговаривали. Мы лежали рядом с подругой. Нам делали массаж. Для меня это ценно. Вы просто не представляете, как. Я в этом плане очень щепетильная. Несмотря на то, что я не высказываюсь. И не устраиваю скандалов, просто больше не хожу в такие салоны. А вот здесь это было мое. Кто хочет вот этого особенного отношения, я вам советую пойти в этот салон. Обязательно просто посетите этот салон. Потому что вы... Вот это блаженство, которое вы искали, уровень, наверное, да, вы там найдете. Следом за этой процедурой была процедура массажа. Мыльный массаж. Я первый раз. И для меня это было просто что-то запредельное. У меня такое ощущение было. В детстве, знаете, мы мечтали, какое бы желание ты загадала. И почему-то у всех было желание полежать на облаке 5 минут. Вот почему-то все так загадывали. У меня было полное ощущение, что мое желание с детства сбылось. Я полежала на облаке больше, чем 5 минут даже, да. Потому что вот этот мыльный массаж можно даже... Можно, наверное, сравнить только с этим облаком. Воздушная пена, такой мешочек, в него наполняется мыльный раствор. Потом вот так выжимается из-за мешочка прямо на тебя. И ты лежишь вся в пене. Как на картинке, посмотрите. Я нашла картинку, показываю вам. Потом этим мешочком по телу проводят. И потом начинается массаж. От пальчиков на ногах до пальчиков на руках. Все массируется. Это так приятно. И вы знаете, живешь вот так вот до определенного возраста и думаешь, ну, вроде бы, многие-то хотят, я жизнь прожила, я знаю, там уже все, все, что было, все, уже ничего не интересно. Я испытала совершенно новые эмоции. Я сравню это с путешествием. Знаете, когда я была в Грузии, вот прибываешь в новую страну. И что ты испытываешь совершенно иное. И вот здесь, на этом массаже, я испытала новые ощущения. Я их не очень могу описать. Все-таки эмоции сложно описывать. И я не писатель, имеющий дар описывать. Но все-таки я попытаюсь, у меня было ощущение, что по всем венам, которые есть у нас, бегут маленькие токи, микротоки. И они бегут к голове и сообщают о том, что получено наслаждение. Вот что-то такое. Я, это было, знаете, не секундно, это было достаточно долго, продолжительное время я вот чувствовала этот подъем, подъем, подъем с ног и до головы. Просто невероятно, нереальные ощущения, очень приятные. Это, на самом деле, правда, это нельзя описать, это нужно почувствовать. Ну вот, массаж закончился. Не знаю, каким образом я встала. Нас облили водичкой, опять-таки, из этой чаши. Это все так по-восточному. То есть смылим пену и проводили в бассейн. После этой процедуры нас проводили в бассейн. Я вам показываю сейчас дамскую комнату. Просто это произведение искусства, я не могла вам это не показать. Очень красиво. Вот я, вот халатик. Привет. Вот душ. Здесь три режима. Душевая кабина, видите, вся в плиточке, в мелкой. Очень красиво. Она меняет цвет и режим, как я уже сказала. Попробовала все. Так, теперь бассейн. Можно прийти с тремя подругами. Я была с одной подругой всего лишь. Этот бассейн произвел на меня впечатление. Вода, комфортные температуры. Там гидромассаж, вот вы видите. Достаточно просторный. Вот эти камушки здесь. Это полезно для людей, у которых проблемы с венами. Так, дальше. Финская сауна, которую я не люблю. Мне становится там плохо. Я туда не заходила. Делала шапочку, но не зашла. Здесь душ. И вот я вам показываю тапочки. Свои. Так, идем в сауну. Я вам просто ее покажу. Вот, чистенькая, аккуратная. Очень чисто было везде. Просто очень. А это мое радостное лицо. Утомленное, ну не солнцем, а хамамом и процедурами. Я вам покажу, вот как можно пройти по этой водичке. Послушайте этот звук. Это просто релакс. Здесь два бассейна. В одном вода теплее, в другом холоднее. Но он не был подключен, но я все равно прошла. Это было очень приятно. Просто послушайте и посмотрите. Это бассейн с гидромассажем. Мы здесь попробовали и туда, и обратно поплыть. И глубина бассейна везде одинаковая. Что мне нравится, потому что я всегда боялась, что вдруг будет там глубоко очень. Это нам принесли зеленый чай. С конфетами, с сахаром и лежаки. Здесь можно было просто полежать, подумать, помедитировать. Вообще, должна сказать, что это, наверное, такое абсолютно мое место. Потому что здесь нет шумных людей, разговоров ненужных. Я это очень не люблю. И так вдвоем, с подругой или втроем прийти, посидеть, отдохнуть. Просто мне нравится вот такой отдых с полной расслабленностью. Ну, это, конечно, я ем тростниковый сахар и пью чай. Вот с этого места, где мы сидим в бассейне. Посмотрите на мои ноги. Я специально вам их сняла. Они как будто отполированные. Вот в них смотреться можно было совершенно точно. Мне было очень интересно. Я их такими вообще никогда не видела. Смотрите, какие блестящие. Как будто пленочкой обтянули. Ну, а это лицо счастливого человека. Я специально накрасила тушь водостойкую. И лежу, снимаю. Я снимала фотографии для Инстаграма, делала. Махалатик. Тоже вам сняла. И я прям со всех сторон. Видите, все прям рядом. Лежишь и чапьешь. Ну, и в завершении был душ. И мы выходили. Вот я вам покажу, как это все вместе выглядит. Мы поднимаемся наверх. На выход. Сначала переодеться и уходим из этого райского места. Сфотографировались в этом месте красивом. И я вам покажу, как выглядит фойе. Ну, все. Пока-пока. Спасибо, Голден Ясмин, за проведенное время. Я думаю, что я не один раз вернусь сюда еще и на все процедуры, которые возможны. И на массаж. Теперь немного ночной махачкалы. Спасибо. 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 Спасибо.